я горячо приветствую всех мото энтузиастов конечно предметно в первую очередь приветствую тех кто катается на какой-то альфа подобной технике но сегодня мы поговорим о джордане о моем который по сути является неким таким логическим продолжением альфы хоть и многие узлы делят с ней но тем не менее отличается в первую очередь наличием трубчатой а не листовой рамы и почему это важно почему я акцентирую внимание на этом пока идет межсезонье на дворе уже начало декабря мы времени даром не теряем и с моим хорошим знакомым и коллегой с канала маленький дом большая жизнь сергеем он мой земляк можно сказать занимаемся проектировкой кое-каких вещей для джордана эва ну и для схожих платформ конкретно для эвика мы довели до ума и сделали вот такой вот бардачок предыдущая версия у меня была довольно примитивной вот она здесь такой вот пластиковый угловатый ящик хорошо помещался были у него свои плюсы тем что он прост и дешев в производстве здесь мы конечно пошли по пути немножечко усложнение и придумали вот такую штуку доступно две версии с полкой и без полки ну точнее полка всегда будет в комплекте она будет вставляться сюда в направляющий если вам допустим надо каким-то образом разграничить ваши отсеки для разного вида грузов каких-то ну мало ли ну и вот такая вот крышечка с выемкой для пальца чтоб можно было ее снять безупречной фиксации здесь конечно не получится потому что мы упираемся в несколько моментов если мы делаем более изящную геометрию мы очень рискуем сломать корпус при его монтаже предполагает что вы его можете ну довольно чем не то что часто ну какое-то время снимать уносить собой ставить на место мало ли ну для выполнения каких-то серозных операций если нужно все-таки тут жгуты электроники проходит ну в общем остановились вот на таком размере и на таких габаритах по-другому сделать не получится уже множество тестов было сделано это самый оптимальный вариант да его придется возможно как-то дополнительно закреплять например подкладывать что-то между вот тем родным инструментальным ящиком вот пластиковым и нашим бардачком тогда он здесь будет уверенно держаться и все хорошо но делать какие-то дырки отверстия не имеем мы мы тут никакого права ограничивать вас в творчестве закрепите так как посчитаете нужным это первое второе это конечно система впуска это один из наших тестовых образцов выглядит это дело вот так но нужно наверное вспомнить как выглядит родной я его куда-то там спрятал сейчас попробую извлечь и продемонстрировать вам ну или хотя бы добавить света чтобы было понятно о чем речь таким образом выглядит родной короб воздушного фильтра вы можете в предыдущих видео по джордану посмотреть как это все добро устроено в деталях но фишка в том что это безобразие вы видите тут вырезано какое-то квадратное окно в него на какие-то сопли врезан круглый патрубок внутри стоит тонкий поролон который ничего не фильтрует кто-то там пытался в комментариях выступать на тему ну поролон удобно помыл туда-сюда ну хотите мойте я ни на чем не настаиваю но дело даже не в том что его надо мыть и пропитывать а в том что он очень тонкий и вряд ли вообще что-либо фильтрует и зачем зачем собирание вот этой масляной дряни которая полетит обязательно в парами со взвесью вам в карбюратор забьет вам жиклеры на всем этом на этой масляной шубе будет оседать грязь поэтому я лично являюсь сторонником сухого типа фильтров недаром мы пришли к этому на автомобилях на современных вот тут стоит старый запорожец тут тоже погружной в масляную ванну фильтр но там хотя бы есть какие-то центробежные движения что-то вроде центрифуги плотная такая из лески губка все это там собирается пробирается и фиксируется эта грязь и в мотор не идет но все равно масляный налет на впуске будет мы ушли от этой архаики поэтому предлагаем уйти и здесь поэтому было изобретено вот такое устройство корпус воздушного фильтра со сменным фильтрующим элементом сухого типа вот с таким вот замечательным патрубком с фасками для фиксации хомута ну и вот с таким вот ушком чтобы закрепить весь корпус на раме это полностью соответствует тому уху которая есть по крайней мере у нас на джорданах вот она и подобной техники замечательно все это сюда фиксируется отлично смотрится и я уверен что будет прекрасно работать фильтрующий элемент здесь от газонокосилки чемпион продается в ваших всех любимых озонах wildberries за 200 буквально рублей вот есть его даже артикул модель этих газонокосилок поэтому можете хоть каждый месяц менять и все будет отлично чтобы заменить элемент фильтрующий всего-то навсего необходимо открутить вот эти четыре винта снять крышку подкинуть новый фильтр собрать обратно и поставить на место пока у нас здесь обыкновенные винтовые соединения но возможно в будущем здесь появятся вплавляемые втулки но не хотелось бы как-то сильно удорожать изделие поэтому будем испытывать и искать какой-то компромисс но в целом уже тоже несколько образцов было сделано испытано проверено и ой-ой-ой все в принципе отлично работает предусмотрено у нас отверстие для дренажа на случай попадания воды количество окон может быть увеличена может быть уменьшена по вашей прихоти если очень хочется ну и надпись jordan его тоже можно убрать сделать это не брендированным чтобы вы могли это поставить допустим там на свою альфу единственное что за что я переживаю может места в раме не хватить из-за того что там изгнутого листа она сварена и вот здесь место короче говоря маловато jordan у точно подойдет и тем у кого такая же трубчатая рама вот по альфе надо смотреть вот такое решение можете обращаться изготовим все это полностью распечатано на 3d принтере изготавливается из термостойкого термо полиуретана данный патрубок замечательно держит форму нигде не сифонит не пропускает абсолютно герметичен корпус изготавливается по вашему желанию тоже либо из abs либо из композитного пластика с добавлением стекла или угли углеволок на это кому как говорится хочется немного сама вырезается будет смотреться вообще супер матовая поверхность практически без видимых слоев будет максимальная прелесть сейчас это подкину на место и посмотрите просто как это выглядит хуже непосредственно там где оно должно находиться но вот и все буквально секунда и корпус воздушного фильтра установлен на месте вот так вот выглядит в раме закрепляете хомутом тут значит родным болтиком вушка там все прекрасно соосно и будет держаться никуда не денется я считаю что это хорошее решение мы сергеем постарались чтобы она имела фабричный вид выполняла свои функции было легким в обслуживании и самое главное надежным поэтому на наш взгляд такая система фильтрации более прогрессивно и особенно если вы следите за своей техникой довольно часто то никаких проблем заменить фильтр нет мы опять же искали решение чтобы все это продавалось в более менее любом магазине так что купить запастись взять с собой в дорогу если отправляетесь куда-то далеко абсолютно нетрудно и он замечательно влазит в наш бардачок так что это прекрасная комбо для того чтобы какие-то мелочи разместить вот здесь путешествие стропы небольшие свечки может быть запасные маленький набор ключиков если что-то не поместилось у вас в родной бардачок ну и так какая-то мелочевка майка аварийная в общем для каких-то важных штук которые в быстром доступе нужны в дороге здесь места вполне себе хватит поэтому если вас какие меня не устраивает заводское решение по воздушному фильтру у нас есть вот такой прекрасный комплект который поможет эту проблему решить все стильно все выглядит по стоку и классно обслуживается в общем милости прошу обращайтесь но мы тем временем продолжаем зимовать декабрь месяц на дворе напомню еще не скоро вернемся мы в седло но тем не менее это не значит что ничего не нужно делать такие дела рассказывайте как у вас проходит как у вас проходит межсезонье может быть у вас получается выезжать если вы где-то южнее ну или рисковые ребята и девчонки вылазят и в снег в какой-нибудь сухой погожий денек морозный можно немножко и прокатиться наверное не так ли но других новостей особо нет хотелось просто с вами поделиться нашими полезными наработками это всегда радостно когда вот мы вместе коллективом что-то проектируем делаем и это потом поможет всем ну а я по традиции желаю вам успеха в повседневных делах хорошо перезимовать с вами был сергей мы еще обязательно увидимся и услышимся всем пока всем как говорится удачного мото токсикоза пережить его